Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы и отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл «АвтоСтронг». Ссылки и контакты в описании. Сегодня мы разберем первый оппозитный турбодизельный двигатель от Subaru. Итак, встречаем! Марка Subaru выпустила свой первый оппозитный двигатель в 1966 году. До 2008 года все боксеры были бензиновыми. Это полностью устраивало поклонников марки. Но так как в Европе продажи шли не очень, инженеры компании Subaru решили изобрести дизельный оппозитный двигатель. Первый в мире горизонтальный турбодизельный оппозитный двигатель ставили на Subaru Outback, Legacy, Forester с 2007 года. Позже его начали ставить на Impreza и XV. По своей природе четырехцилиндровый оппозитный двигатель прекрасно сбалансирован. Если рядную четверку подколбашивают несбалансированные силы инерции второго порядка, то оппозит этим не страдает. Ему лишь свойственен небольшой несбалансированный момент второго порядка. То есть оппозитные двигатели очень плавно работают без балансирных валов. Оппозитная дизельная четверка получилась компактнее своего бензинового собрата. У дизельного длина блока 35 см, а у бензинового 42 см. Это получилось за счет уменьшения межцилиндровых расстояний, а также за счет уменьшения диаметра цилиндров. Ход поршней по сравнению с бензиновым двигателем был увеличен. Вообще геометрия цилиндропоршневой группы у этого двигателя оптимальная. Это квадратный мотор. У него ход поршней равен диаметру цилиндров. И эта цифра 86 мм. Инженеры увеличили толщину шеек коленвала и поршневых пальцев. Они крупнее, чем у трехлитрового бензинового двигателя, который не может сравниться с этим мотором по величине производимого крутящего момента. Оба полублока этого дизельного оппозитного двигателя отлиты из алюминиевого сплава, имеют открытую рубашку охлаждения и накрытые легкосплавными ГБЦ, в которых в каждой по два распредвала и по восемь клапанов. В приводе ГРМ две цепи. В целом же это обычный дизельный двигатель. В нем присутствует система EGR, турбокомпрессор IHI спрятан под правым полублоком и система топливная Common Rail с форсунками ТНВД от компании Denso. Первый турбодизель Subaru огорчил всех первых владельцев. У него изнашивались вкладыши и ломало коленвал. Эта неприятность случалась при пробеге от 80 000 до 120 000 км. Пострадавшие двигатели компания Subaru меняла по гарантии. Но это счастье коснулось лишь тех владельцев, которые эксплуатировали этот двигатель и автомобиль на официальных рынках. То есть импортированный из Европы в СНГ Subaru с дизельными моторами, которые заклинивало, это была головная боль местных владельцев. Мало того, что им надо было найти еще хороший контрактный мотор, так этот мотор должен был быть выпущен с 2011 года. Кроме того, японские двигатели имеют проблему с сажевым фильтром. Он засоряется при городской эксплуатации и требует прожига, что не всегда происходит успешно. Была, наверное, и есть ошибка в программном обеспечении, которая заключается в том, что прожиг сажевого фильтра происходит максимум 12 с половиной минут. И вероятность неудачного прожига очень велика. После двух неудачных прожигов Subaru фиксирует ошибку по сажевому фильтру. Частые прожиги сажевого фильтра приводили к просачиванию дизтоплива в моторное масло. Напомним, что для прожига сажевого фильтра топливо подается в цилиндры на тактах выпуска. Затем топливо разогревает до 650 градусов и прожигает сажевый фильтр. Было немало случаев увеличения уровня жидкости в поддоне, а это очень критично для оппозитного двигателя, потому что поршни двигаются в горизонтальной плоскости. Для того, чтобы прожиг сажевого фильтра происходил в щадящем режиме, надо хотя бы раз в неделю совершать 40-минутную поездку на скорости 100 км в час. Понятно, что с таким товарищем в автомобиле избавляются просто. Его отшивают программно и вырезают физически. Также удаляют систему EGR. После этого двигатель дизельный Subaru становится пригодным для городской эксплуатации, а также избавляется от проблемы загрязнения выпускного коллектора сажей и маслом. Но это происходит в ущерб экологичности и в ущерб нормальной эксплуатации. Удаление EGR и сажевого фильтра подразумевает установку в блок управления неоригинальной прошивки. А практика показывает, что нормальных неоригинальных прошивок нет. Сегодня много предложений по химической промывке сажевых фильтров. Ей можно воспользоваться, когда сажевый фильтр загрязнен и уже неэффективно прожигается. Примерно раз в 50-100 тысяч километров. Ну а сегодня в разборе этого эксклюзивного экземпляра нам поможет Артем. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Еще одна проблема, которая значительно снижает срок службы сажевого фильтра двигателя в целом, это утечка воздуха. Дело в том, что вот этот патрубок, который выходит из интеркулера, частенько лопается и через образовавшийся брешь утекает часть воздуха, сжатая турбокомпрессором и измеренная расходомером. Двигатель при этом не фиксирует никаких ошибок. Фактически уже при средних нагрузках ухудшается наполняемость цилиндров свежим воздухом, а количество впрыскиваемого топлива будет равно тому количеству воздуха, который измерил расходомер. Фактически двигатель будет работать на богатой топливо-воздушной смеси, но двигателю с воспламенением отжатия это ничем не мешает. Он вряд ли будет тянуть от этого хуже, но будет производить больше сажи, чтобы забить сажевый фильтр. Патрубок, который выходит слева из интеркулера, следует периодически проверять. Из трещины в нем капает масло, которое присутствует во впускном коллекторе. Если трещина большая, то появится шипение воздуха и снижение тяги. Этот патрубок лучше заменить на тюнинговый, который обладает хорошим ресурсом. При замене ремня навесного оборудования стоит потратиться на замену обгонной муфты шкива генератора. Износ обгонной муфты провоцирует ускоренный износ ручейкового ремня. Эту проблему лучше решить превентивно. Служит она примерно 120 тысяч километров. Специалисты советуют не экономить и устанавливать только оригинальный масляный фильтр, либо же качественные аналоги. Замечено, что у дешевых масляных фильтров есть проблемы с проходимостью, а это негативно влияет на давление в системе смазки. В дизельный Subaru надо заливать масло вязкостью 0w30, желательно с присадкой для сажевого фильтра. Менять масло надо каждые 10 тысяч километров. Заметим, что в инструкции для дизельных двигателей Subaru описана процедура сброса интервалы замены масла. Сбросить интервал замены можно дилерским сканером или по процедуре, которая описана в инструкции. Заметим, что Subaru нигде не высвечивает интервал замены масла. Это надо для правильной работы сажевого фильтра. На первые версии турбодизелей Subaru устанавливали вот эти турбокомпрессоры IHI-RH V4. Двигатели были под евро-4. А вот двигатели под евро-5 и евро-6 оснащались турбокомпрессором Mitsubishi TD04L. Оба турбокомпрессора с изменяемой геометрией, которая управляется вакуумным актуатором. Вот эти первые версии турбин IHI не успели выходить из строя, потому что двигатели массово поехали на замену. Как правило, при замене блока меняли еще и турбокомпрессор. Вообще факторов, которые влияют на износ турбокомпрессоров, немало. Это и топливо в моторном масле, которым смазывается вал турбины. Также это забитый сажевый фильтр и связанное с этим противодавление в выпускном тракте. Таким образом, можно констатировать, что износ турбокомпрессора – это совокупность внешних факторов. Но при езде по трассам и удачных прожигах сажевого фильтра эти факторы сходят на нет. А вообще на данный момент турбокомпрессоры на дизельных двигателях Subaru практически никаких нареканий не вызывают. Свечи накаливания на дизельном двигателе Subaru служат примерно 200 тысяч километров. Затем появляется ошибка P1380. Самое неприятное при замене свечей – это то, что верхние навесные компоненты надо хорошенько разобрать. А затем надеяться, что свечи выкрутятся. Но на практике несколько свечей надламывается. И тогда надо снимать ГБЦ с надломанными свечами и вести на высверливание. В сущности, это может случиться со многими дизельными двигателями, но в случае с оппозитной компоновкой надо уделять этой проблеме много дополнительных нормочасов. Потому что для снятия ГБЦ надо вынимать двигатель. Кожух ГРМ по традиции Subaru крепится на огромное количество болтов. В данном случае 39. Маленькие, как вы видели, выкручивались очень плохо. То есть они одноразовые. Еще одна любопытная деталь этого двигателя – дополнительный маслонасос, который прокачивает масло в картридж турбины. Потому что самотеком оно оттуда не вытечет. С цепями на турбодизельном Subaru нет никаких проблем вообще. Они не растягиваются и ходят по 400 тысяч километров. Сверху на блоке цилиндров находится топливная система, насос, рампа и топливопроводы к форсункам. Топливная система турбодизеля Subaru представлена ТНВД, Denso HP3 и электромагнитными форсунками. Вопросов к топливной системе нет вообще, так как к моменту выхода этих моторов на рынок СНГ качество турбодизельного топлива заметно улучшилось. Да и владельцы турбодизелей знают, где покупать его в проверенных местах. Поэтому ни к ТНВД, ни к электромагнитным форсункам вопросов нет. Естественный износ возникает к пробегу в 400 тысяч километров. Отметим, что на двигателях 2009 года выпуска была проблема с клапаном-регулятором, который отвечает за объемную подачу топлива к плунжерам. Этот клапан меняли по гарантии. При выходе его из строя двигатель плохо заводился, а также глох на холостых оборотах и при трогании. Отметим, что на дизельных двигателях Subaru стоит применять только оригинальный топливный фильтр, который служит примерно 30 тысяч километров. А неоригинальный надо менять каждый раз при замене масла, то есть каждые 10 тысяч километров. Настало время объяснить, что этот мотор у нас в мощном клину. Здесь цепь была натянута как струна. Сейчас доразберем и точно узнаем причину. Сняли левую клапанную крышку и никаких повреждений мы не видим. Если говорить о состоянии, то никакого износа и масляных отложений. Значит, масло здесь менялось вовремя. Отметим, что в дизелях Subaru нет гидрокомпенсаторов, а тепловые зазоры регулируются просто с помощью гаечного ключа и отвертки. Но чтобы это сделать, надо вынимать мотор из моторного отсека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Форсунки на этом двигателе, разумеется, установлены на огнеупорные шайбы. Шайбы, которые прогорают со временем. Менять их лучше превентивно каждые 100 тысяч километров. Для этого по инструкции надо вынимать двигатель из моторного отсека. Но на практике двигатель и коробку можно приопустить, чтобы комфортно достать форсунки. В нашем случае одна огнеупорная шайба прогорела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы видим, что поршни и клапаны не встречались. Поэтому непонятно, почему одна из цепей натянулась как струна. Возможно, она перескочила. На практике же с этими ГБЦ особо ничего не случается. Но, естественно, если перегреть мотор, их очень хорошо ведет и деформирует. Сейчас многие будут негодовать и подпрыгивать. Блок алюминиевый, открытая рубашка охлаждения и чугунные гильзы. На практике же с этой конструкцией ничего плохого не случается. В этом моторе проблема только лишь в коленвале. Об этом мы очень скоро расскажем. А если говорить о состояниях в цилиндрах, то все отлично. Хон есть. А у нас для вас последствия фирменной проблемы дизельных двигателей. Subaru коленвал лопнул по щеке первого цилиндра и из-за этого заклинил. Коленвал заклинил настолько мощно, что даже в таком состоянии он не вращается и не выходит. из блока цилиндров. Чтобы разделить половинки блока, надо снять крышки шатунов. Доступ к ним открывается при вращении коленвала. Но так как коленвал у нас не вращается, мы не можем изящно разъединить половинки блока. Что мы имеем из повреждений? Лопнувший коленвал, сломанные опоры и погнутый шатун. К состоянию поршневых колец к графитовому напылению у нас никаких вопросов нет. На что мы хотели бы обратить внимание? На вот эту желтую пасту, которая находится на шатунных вкладышах. Эту пасту применяют на этапе сборки ремонтируемого двигателя. То есть, сделаем предположение, что этот мотор отремонтировали, он еще не успел выехать из гаража, и у него лопнул коленвал. Коленчатый вал этого турбодизеля опирается на стальные опоры, которые залиты в легкосплавный блок цилиндров. Так вот, проблема в легкосплавном блоке. Он настолько непрочный, что подвержен изгибанию. На поврежденных двигателях обнаруживаются расползающиеся трещины от стальных опор, которые идут вглубь полублоков. То есть, производимый крутящий момент двигателя приводил к изгибанию и нарушению геометрии постели коленвала. Коленвал во время вращения начинал вибрировать, это приводило к износу коренных вкладышей, затем это приводило к сухому трению, и коленвал разламывался пополам. Нередко на вскрытых, но не заклинивших, то есть нормально работающих двигателях Subaru обнаруживались трещины под стальными опорами и износ коренных вкладышей. То есть, поломка коленвала – это следствие просчёта в конструкции блока. Инженеры компании Subaru выпустили несколько ревизий блока цилиндров и коленвала своего турбодизеля. Последние изменения были в апреле-май 2010 года. То есть, это говорит о том, что после 2010 года блоки у данных моторов были довольно-таки прочные. На усиленных двигателях полублоки крепятся на 8 направляющих втулок, которые вставлены в крайние опоры. На старой версии было 4 направляющих. Усиленный коленвал на щеках имеет следы индукционной закалки. На западе некоторые мастерские предлагают творческий ремонт этих блоков, то есть вырезают штатные опоры и затем ставят на их место усиленные собственного производства. Добавим, что причиной ускоренного износа коленвала и вкладышей на турбодизельном двигателе Subaru является двухмассовый маховик. Если он изношен и не выполняет демпферную функцию, то тогда коленвал испытывает дополнительные нагрузки. Нередко при замене маховика и комплекта сцепления обнаруживается подтекание заднего сальника коленвала. А это говорит лишь о том, что процесс износа коренных вкладышей уже запущен. Отметим, что двухмассовый маховик влияет на ресурс любого дизельного двигателя Subaru. Поэтому если в работе сцепления были обнаружены отклонения, то есть оно схватывает в начале, либо в конце хода слышны шумы и вибрации, то надо диагностировать двухмассовый маховик и по необходимости его заменить. Ну а лучше покупать дизельный Subaru с вариатором. Там нет двухмассового маховика и на практике ни один турбодизельный Subaru с вариатором не умер. Ну что, разборка закончилась. Резюмируем. По сути, это обычный современный турбодизель с необычной горизонтально-оппозитной компоновкой. Да, много проблем доставил коленвал и коренные вкладыши. И очень жаль, что многим владельцам пришлось решать эту проблему за свой счет и не один раз. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг».